Друзья мои, всем привет-привет! С вами снова Маруся. И сегодня у нас начинается новая работа, которая называется «Во всём Вините Италию». На моём канале это дебют «See and Sky». Зовут автора, и её работы я ещё не озвучивала. Ну что ж, давайте познакомимся с работами этого автора. Если понравится, обязательно пройдите по ссылке в описании под видео и поблагодарите лайком, возможно, даже комментарием. Ну а у нас работа, которая называется «Во всём Вините Италию» и описание. Порой за час случается больше, чем за сотню лет. Итальянская пословица. Как интересно, друзья! Перинги персонажа Ким Тихён Чён Чун Гук, Пак Чи Мин Мин Юн Ги, также присутствует Ким Сак Джин. Ну что же, давайте узнаем, что же там произошло интересного с нашими парнями в Италии. Кстати, также не забывайте, что в описании под видео есть другие ссылки на мой второй канал с озвучками, на мою страницу Boosty, где огромное количество фанфиков в моей озвучке уже выложены, и там озвучиваются параллельно две работы, и там же я выхожу в стрим в 22.00 по московскому времени. Ну а прямо сейчас у нас глава первая, которая называется «Бухта поэтов» и... «Летс гоу!» «Облака похожи на сладкую вату. Банальное сравнение, но больше всего они похожи именно на нее», размышлял Тихён, глядя из окна самолета на проплывающие мимо пушистые продукты водяного пара. Самолет стремительно набирал высоту, унося Тихёна подальше от насочных проблем и забот. Ведь нет ничего лучше, чем растворить все проблемы в теплом ласковом море. В последнее время он чувствовал себя морально и физически истощенным из-за постоянного недосыпа и нервотрепки. За плечами совершенно выматывающая сессия и напряженная работа, дабы побольше скопить на долгожданный отпуск. А про неурядица в личной жизни вспоминать вообще не хотелось. Мозг периодически пытался выпасть из реальности, но Тихён стоически противился сну, жадно припав к окну и во все глаза, разглядывая небесный пейзаж. Он впервые куда-то летел на самолете и хотел запечатлеть в памяти все увиденное. Более опытный в этом плане Чимин уже безмятежно посапывал на соседнем кресле, откинув назничь свою блондинистую макушку и причмокивая. Тихон снова перевел взгляд в иллюминатор и неожиданно заприметил внизу радугу. Разноцветная полоска тянулась к земле прямо из облака, словно вывешенная на просушку полотенца. Зрелище было настолько необычным, что Тихон застыл, открыв рот. Он впервые наблюдал радугу не снизу, а сверху. Он еще раз глянул на Чимина, раздумывая, стоит ли вырвать того из сладкого плена сна, но радуга также внезапно исчезла, как и появилась. Ну, вероятно, сменился ракурс. Почувствовав легкую досаду от того, что он даже не успел ее сфотографировать, загружаться по этому поводу Тихон все же не стал. Радуга – это по-любому хороший знак. Она всегда приносила ему удачу. Сердце наполнилось еще большим предвкушением чего-то прекрасного и неизведанного. А, впрочем, как может быть по-другому? Они летят в страну, прославленную на весь мир своими произведениями искусства, невероятно вкусной едой, певучим языком и красивыми пейзажами. Перелет в прекрасное далеко был длительным, с одной промежуточной пересадкой. Как Тихон не старался стоически продержаться до конца рейса, но все же в какой-то момент уснул, уронив голову Чимину на плечо. Проснулся он от того, что самолет мягко приземлился на взлетно-посадочную полосу. И вот спустя некоторое время Тихон с Чимином уже выходили из здания аэропорта, катя за собой чемоданы и наполняя легкие жарким южным воздухом. Чао, Белла Италия! Провести каникулы не где-нибудь, а в самой Италии была идея Чимина. Будучи студентом искусствоведом, он обожал все итальянское, причем не только искусство, но и еду, одежду, обувь. Надо сказать, что итальянцы действительно знали толк в качестве. Тут Тихон был с ним, безусловно, солидарен. Чима частенько готовил какие-нибудь спагетти-болониезы или ризотто с грибами. Не умеющий ничего сложнее омлета и вечно экономящий, Тихон благодарил небеса за такого соседа по комнате, которому было в радость угощать друга своими кулинарными шедеврами. Но больше всего из итальянского Чимин обожал мелодичный язык. Он даже взял себе этот предмет в качестве факультатива. Среди его многочисленных папок на Spotify была отдельная, состоящая из песен на итальянском языке, которую он периодически включал на полную громкость, энергично подтанцовывая и подпевая. Получалось, кстати, весьма неплохо. Чимин вообще постоянно что-то напевал. Когда готовил, убирал или мылся в душе, и Тихона это нисколько не раздражало, скорее наоборот, своим жизнерадостным пением Чимин часто поднимал ему настроение. Плюс один в копилочку друга. Тот долго обрабатывал Тихона на предмет каникул, все уши прожужжал ему о том, какой волшебный отдых их ожидает в этой сказочной стране. «Ну а когда еще, если не в молодые годы, расширять свой кругозор?» – убеждал его Чимин. И был, безусловно, прав. Сейчас они действительно были молоды, полны сил, а самое главное – у них было время. Как правило, у обычных среднестатистических корейцев слишком короткие отпуска, поэтому для них было вполне привычным отдыхать в той же Корее. Благо, в родной стране имелось все для этого необходимое – горы, море и различные парки развлечений. Привыкший также отдыхать с родителями в Пусане или на Чеджу, то я поначалу скептически отмахивался, ведь поездка должна была выйти им в хорошую копеечку. Откуда обычному студенту взять столько денег? Но, как известно, вода камень точит, а подвешенный Чиминов язык смог бы уболтать даже античную статую. У Техёна не оставалось другого выбора, кроме как, в конце концов, загореться идеей друга. Они даже завели себе отдельную копилку, куда откладывали львиную долю всех заработанных после учебы денег. Благо, родители тоже оказывали посильную поддержку, не давая бедным студентам умереть с голоду и регулярно что-то им подкидывая. Место назначения Техён предпочел выбрать сам. Так уж исторически сложилось, что некоторые известные английские поэты и писатели, включая супругов Шелли и Байрона, любили приезжать в небольшой итальянский городок за вдохновением. А вышеупомянутый лорд Байрон как раз был предметом курсовой студента английского филфака, коим являлся Техён. Он с юности питал особую слабость к английскому, в той же степени, в какой его друга завораживал итальянский. Любил смотреть фильмы и мультфильмы в оригинале, читать комиксы и книги на английском. Как-то даже надумал прочитать любимого Гарри Поттера на языке его героев. Ещё тогда ему пришлось сильно удивиться, осознав, что переводчики умудрились опустить некоторые, на его взгляд, ключевые моменты истории. В школе ему с трудом давалась рутинная зубрёжка слов и правил, а такие альтернативные способы учёбы превращали процесс в чистое удовольствие. Для него самостоятельный перевод всегда был сродни увлекательной игре со словами. Благодаря своему увлечению к окончанию школы он свободно мог общаться с носителями языка практически без акцента. Можно сказать, что выбор факультета английской филологии был вполне логичным следствием. Не наука как таковая привлекала его, а скорее возможность с головой погрузиться в любимый язык. Плюс получить хлебную для Кореи профессию переводчика с английского, чем не заманчивая перспектива. Даже строгие родители Техёна благосклонно одобрили его выбор. Поэтому, исходя из всего вышеперечисленного, совсем не случайно автобус сейчас вёз двух юных корейцев именно в это итальянское местечко, являвшееся для известных английских писателей обителью Мус. Дорога поначалу особо не впечатляла. Горы, которые и в Корее горы. Туи, какие-то отдельно стоящие невзрачные дома и склады мраморных плит. Вероятно, всё самое красивое ещё впереди, думал оптимистично настроенный Техён. И оказался прав. Автобус свернул на очередном вираже, и двум корейским студентам внезапно открылся великолепнейший вид на залив. «О-о-о!» Разом воскликнули друзья, не сумев держать восторга. А там действительно было от чего восторгаться. Внизу, среди изумрудных холмов и цветастых домиков, синело в ярких отблесках солнца Терренское море. Друзья завороженно наблюдали, как с каждым поворотом автобус, постепенно спуская из горы, подвозил их всё ближе и ближе к манящей голубой воде. Наконец, нужная остановка рядом с площадью, и друзья вместе с чемоданами ошалело выкатились на улицу, не переставая вертеть головами по сторонам. «Те, ты только глянь, какая красота!» С нескрываемым восторгом протянул Чимин, доставая из кармана телефон и делая первые итальянские снимки. «Да, очень красиво!» Согласно кивнул Те, разглядывая небольшую симпатичную площадь с фонтаном, средневековую крепость, возвышающуюся над городом, и набережную с множеством пришвартованных яхт и катеров. «Пожалуй, даже очень-очень красиво!» Заметил про себя. «Иди сюда! Нам надо срочно заселфиться!» Притянул его Чимин, закидывая руку на плечо и беряя их лица в кадр на фоне искрящегося в полуденном солнце. «Ой, чую, нас ждут незабываемые каникулы, друг мой!» С довольной улыбкой похлопал он Те Хёна по плечу. Те улыбнулся в ответ, любуясь сияющим другом, чья давняя мечта сейчас исполнялась на его глазах. Он, конечно, слышал утверждение, что заветные мечты лучше осуществлять, и переполненный счастьем Пак Чимин являлся сейчас отличным примером данному утверждению. «Хорошо бы для начала найти наше жилище. Надеюсь, нас там действительно ждут», — отозвался Те. «Да думаю, проблем не возникнет. Моника показалась мне вполне адекватной женщиной». Поиском жилья целиком и полностью занимался Чимин. Отели в этой местности оказались слишком дорогим удовольствием, поэтому они искали варианты побюджетнее. К тому же Чима был единственным среди них двоих, кто немного понимал итальянский. Английский здесь явно был не в почете, поэтому Те Хён с его превосходным знанием британского и чтением Шекспира в оригинале был в данном случае совершенно бесполезным. Чимину, изрядно прошерстившему интернет, удалось наконец обнаружить сайт, где местные жители сдавали за небольшую плату комнаты в своих домах и квартирах. В результате ему удалось договориться с одной итальянкой со звучным именем Моника. «Уверен, она похожа на Монику Белуччи», — мечтательно предвкушал Чимин. «Ой, не обольщайся. Ей ведь может быть и подстольник», — с явным скепсисом в голосе отвечал Те. «Ой, древние старушки вряд ли шарят в интернете», — уверенно парировал Чимин. «Я даже через переписку чувствовал эти зажигательные флюиды. Думаю, она просто бомба». Бомба и оказалась весьма пожилая, но очень бодрая смуглая итальянка с густыми кудрявыми волосами и темными блестящими глазами. Чимин как-то сразу заметно притих, а Техён еле сдерживался, чтобы не заржать. Чего-чего, а энергии Моники действительно было не занимать. Встретив парней, она стиснула каждого в крепких объятиях и расцеловала в обе щеки, как родных. Непривыкшие к такому телесному контакту молодые корейцы явно засмущались столь радушному приему. А быкая женщина практически влетела вверх по узкой лестнице старого дома, окрашенного в кирпичный цвет, тогда как парни охо и ахо еле вскарабкались туда со своими чемоданами. Для начала хозяйка продемонстрировала им кухню и душевую с туалетом. «Нон джи талла карта, Дженника Дель Ватер. Чунси Чупер Квелло». Очень строго проговорила женщина, закрывая дверь в туалет. А Чимин напрягся, селись понять, что бы это могло значить. Он что-то переспросил у дома владелицы, и она подтвердила уверенным кивком, еще раз строго зыркнув на парней. Сказала, чтобы мы ни в коем случае не кидали туалетную бумагу в унитаз. Там для этого есть специальное ведро. Немного смущенно перевел Чимин. «Видимо, канализация старая». «Лакве калда мелодучча». «Вольта пуа спеннерси». Указала Моника на душевую кабину. «Баста спинзери пифорте». Заключила она, пожав плечами. «О, говорит, что в душу бывает перебой с горячей водой, и надо просто делать напор сильнее, если я правильно понял». «Зашибись», пробормотал Тихен, любивший поняжется по теплыми строймя. «Надеюсь, все остальное работает исправно? Дверь с петель не слетает?» «Шшш», шикнул на него Чимин. «А то упустим что-то важное». «Квеста лату станция, рогацы!» Приветливо заулыбалась Моника, открывая дверь в одну из комнат и жестом приглашая парня зайти внутрь. «Она говорит, что это наша комната», перевел Чимин, недоуменно разглядывая двуспальную кровать. «Мы чё, будем спать вместе? Как семейная пара?» поиграл бровями Тихен. «Да здесь какая-то ошибка, мы с ней обсуждали комнату с двумя кроватями», смущенно пробормотал Чимин. Он повернулся к Монике и что-то сказал ей на итальянском, а та ответ только отрицательно замахала руками и что-то эмоционально отвечая, снова указала в сторону комнаты. «Чё там, Чим?» нетерпеливо спросил Те. «Чё она говорит?» «Ух, видимо, мой итальянский всё-таки оставляет желать лучшего», – удручённо покачал головой тот. «Она говорит, что писала мне о том, что кровать двуспальная, а я, наверное, неправильно перевёл. Других свободных комнат у неё нет». Моника снова что-то проговорила, бросив на Чимина лукавый взгляд, после чего Чимин от чего-то поразовел щеками. «А щас что?» – шепнул раздираемый любопытством Техён. «Она говорит, что отдаёт нам свою спальню и что-то вроде «Зачем ей, мол, двуспальная кровать, пока у неё нет мужчины?» Техён захихикала, а тётушка действительно не промах». Ещё несколько фраз по-итальянски. Кидая на них заговорщический взгляд, сказала напоследок Моника и, выдав приятелям ключи, вышла из комнаты. «Там было что-то про нашу дверь», – нахмурил лоб Чимин. «Шо она плохо закрывается?» «Класс! Значит, дверь у нас тоже не в порядке», – саркастично улыбнулся Техён, заваливаясь на кровать. «Так а что ты хотел за такие деньги? Президентский люкс? Ты сам просил найти вариант подешевле», – надул свои красивые губки Чимин. «Да брось, я шучу, всё супер! Ты действительно молодец! Без тебя мы бы сюда вообще не доехали!» Уже намного ласковее улыбнулся Техён и похлопал на место рядом с собой. «Ложись рядом, душа моя! Обещаю сохранить твою невинность! А вот за Монику я не столь уверен!» «Да ну тебя!» – снова покраснел Чимин. «Надеюсь, ты не пинаешься во сне». «Пинаюсь, а ещё люблю закидывать на того, с кем сплю руки и ноги!» Ещё шире заулыбался Техён. «А чё ты такой довольный, засранец?» – фыркнул Чимин. «Иди ко мне под бочок!» – промурлыкал Техён, распахивая объятия. «Да пошёл ты!» – миролюбиво бросил Чимин, отчего Техён заржал уже в голос. Чимин она это только скептически покачал головой. «Ржи, ржи! Будешь домогаться моего тела, сброшу с кровати!» – сказал он и всё же прилёг рядом. «Да, чувствую, эти каникулы запомнятся нам надолго!» – от души насмеявшись проговорил Техён, протянув руку и взлохмачивая шевелюру друга. А Чимин примирительно хмыкнул, позволяя эту маленькую шалость. Те окинул взглядом их новое жилище. Кроме кровати в комнате был низкий расписной комод, непонятно с каких времён сохранившийся, явно антикварный, и резной платяной шкаф. Аутентичненько! Окна были закрыты зелёными деревянными ставнями. Чимин спрыгнул с кровати и распахнул их настиж. В глаза сразу же ударило ослепляющее солнце. Их дом находился чуть в стороне от моря, вверх по улице, в старой части города. Но синяя полоска всё же просматривалась между домами. Так что можно было сказать, что их апартаменты были севью. Чимин с наслаждением втянул свежий солёный воздух. «Всё, хватит валяться, и пошли изучать окрестности», – скомандовал он слишком уж разомлевшему на мягкой постели Тихёну. А тот сладко потянулся в ответ. «Си, сеньоры!» – томным голоском проворковал он одну из немногочисленных, известных ему итальянских фраз «Сползает с кровати». Выйдя из дома, они отправились прямиком на променад, тянущийся вдоль оживлённого пляжа. Городок казался довольно маленьким, но весьма живописным, а вокруг царила атмосфера всеобщей курортной расслабленности. «Глянь, Чимин, у них тут табличка с именем какого-то поэта висит», – округлил глаза Тихён, указывая на блестящий на солнце металлический прямоугольник, прикреплённый к перилам променада. Он знал, что этот залив носит официальное название «Бухта поэтов», благодаря знаменитым поэтам, не только, кстати, английским, любившим приезжать сюда на отдых, а вот об именных табличках ничего раньше не слышал. «А, смотри, там ещё одна и ещё!» – восторгался он, перебегая от одной таблички к другой и вчитываясь в имена. «Ого! Да они ещё и из разных стран!» – поддакнула подошедший Чимин. И действительно, под каждой фамилией была написана страна, откуда поэт родом. Немногим позже друзья обнаружили, что на табличках фигурировали даже такие экзотические страны, как Иран, Марокко, Индия, Россия. Корею они, к сожалению, не нашли, но на одной из табличек засветился Китай. «Вот если не забросишь своё возвышенное увлечение, то, может, и наша страна здесь когда-нибудь появится», – повернулся к другу Чимин, назидательно подняв указательный палец вверх. А Техён только покачал головой в ответ, грустно улыбнувшись. Стихи он писал ещё с юных лет. В его столе уже скопилась целая кипа исписанных блокнотов и тетрадок. Он никогда никому не зачитывал свои произведения вслух, лишь изредка давал почитать что-то выборочно самым близким друзьям, которые как один убеждали Техёна, что стихи его слишком хороши, чтобы так просто прятать их в стол. Самому ему было сложно объективно оценить, насколько хорошо получается. Да, ему нравилось то, что выходило из-под его пера. Он ведь на самом деле вкладывал в это дело душу, проводя в процессе бесконечное количество правок, пока не получал тот результат, который бы его полностью удовлетворял. Но вдруг это не более, чем его личная привязанность к своим творениям? Он никогда не воспринимал это занятие серьёзным, считая его обычным баловством, мол, ну а кто не пишет стихи в юном возрасте. Наверное, тут не обошлось без влияния родителей, которые, будучи очень практичными людьми, относились к поэзии как к эфемерной блаже, которой не стоило уделять слишком много времени, необходимого для более важных дел. Поэтому родителям Тех даже не пытался что-то прочитать, а сами они тоже никогда не спрашивали. На данном этапе жизни его занятие поэзией переживало настоящий творческий кризис. Он, по-честному, садился за блокнот с целью написать хотя бы что-то, хоть строчку, но тщетно. Его муза была барышней и своенравной, плохо переносившая однообразие, поэтому временами просто исчезала на долгой в неизвестном направлении. В такие моменты можно было хоть о стенку биться, ничего путного все равно не выходило. И Техен очень надеялся, что Италия даст его музе хорошую мотивацию вернуться. «Слушай», – оторвал Техен от увлекательного чтения табличек про голодавшийся Чимин, «а давай сначала пообедаем, а потом уже сможем о высоком подумать». Тех согласно кивнул. У него и самого уже живот начиналось сводить от голода. В общем-то, в их маленькой квартирке у Бойко Моники была своя кухня, которой они по условиям проживания могли пользоваться, но они заранее договорились отпраздновать свой приезд и немного пошиковать в ресторане. Ну, гулять-то гулять, верно? Но здесь их ждал неприятный сюрприз. Было около часа дня, и все близлежащие рестораны, как оказалось, почему-то в это время не работали. Два трудоголика-корейца могли только непонимающе хлопать глазами, когда очередной официант вешал прямо перед ними табличку «Закрыто», равнодушно пожимая плечами. Столкнувшись с очередной закрывающейся перед носом дверью, Чимин в отчаянии взмолился, не будет ли столь любезен работник закрывающегося заведения подсказать двум умирающим от голода туристам, где им пообедать. Но что официант, снисходительно глянув на них, указал в обратную сторону и среди многих итальянских слов произнес волшебное «Фокаччо», которое понял даже Тихен. Он еще что-то добавил, а потом равнодушно отвернулся и продолжил заниматься своими делами. «Говорит, что сейчас все места закрыты на перерыв, но на площади есть пекарня, которая в это время работает. Там можно купить фокаччо и булочки». С грустью в голосе перевел понекший Чимин. «И как я мог забыть про сиесту?» сокрушался он, когда они брели в указанную сторону в поисках спасительной пекарни. «Хм, я, конечно, не так представлял себе наш первый итальянский обед. Но отставить печаль тоску! Идем за булками, шевелим булками!» нарочито весело произнес Тихен, желая подбодрить почти упавшего духом приятеля. Пекарню они нашли, как и длинную очередь, таких же желающих перекусить. Отстояв под палящим солнцем минут пятнадцать, они купили себе по фокаччи и бутылочке сока. И устроили спонтанный пикник на скамейке среди сосен с шикарным видом на залив. «Ну что ж ты не лангусты, зато вид на мульон!» с набитым ртом продолжал утешать друга Тихен. Ачимин, у которого калории уже успели поступить в мозг, заметно приободрился и согласно кивал, запивая довольно сухую булку грушевым соком. После перекуса Тихен предложил дойти до соседнего города, соединенного с их городком одним длинным променадом. «Если верить карте, то до него идти всего два с половиной километра», убеждал Тихен. Они неторопливо пошли по петляющей дорожке вдоль загорающих и купающихся людей. В одном месте дорога выходила на небольшую смотровую площадку с красивым видом на город. Там же стояла пара африканских лавок с бижутерией, цветастыми сумками, юбками и прочим. А неподалеку сидел парень в соломенной шляпе и рисовал портрет девушки. Девушка была довольно неприметной наружности, с белесыми, словно выгоревшими ресницами и бровями. Скорее всего, из Скандинавии почему-то решил Тихен. На портрете она выглядела заметно привлекательнее, чем в жизни. А Тихен охватило любопытство. А художник-то хитрец, подумал он, приукрашивает действительность, чтобы клиентке наверняка понравился результат. Он какое-то время просто стоял и наблюдал за работой портретиста, уверенной рукой наносящего все новые и новые штрихи, пока Чимин увлеченно фотографировал открывшийся новый вид на город с крепостью. Лица художника Те не мог увидеть, так как тот сидел к нему спиной. Но в какой-то момент незнакомец словно почувствовал, что за ним наблюдают, и обернулся. И Те с большим удивлением разглядел азиатские черты лица. Судя по ответной реакции, художник тоже был изумлен. Глаза его буквально выкатились из орбиты, он пораженно уставился на Тихена. «Вероятно, азиаты крайне редкие гости в этом местечке», подумал Те, наблюдая подобную реакцию. Где-то на подкорке сознание промелькнуло, что парень отдаленно ему кого-то напоминает. Но это был секундный импульс, который так же быстро исчез, как и появился. «Здравствуйте, откуда вы?» спросил он по-английски. «Я из Пусана», слегка запинаясь, ответил парень так же по-английски. «О, Аньон Хасиё!» «Мы с другом тоже корейцы!» «Приехали сюда на каникулы», ответил Тихен с легким поклоном. «Аньон Хасиё!» вежливо поклонился парень в ответ и улыбнулся совершенно очаровательной и искренней улыбкой. В нем было какое-то почти детское обаяние, что определенно подчеркивали пухлые щеки и большие сияющие глаза, продолжавшие смотреть на Тихена с легким недоумением. Губы Тихены сами расползлись в ответные улыбки, пока он разглядывал парня. «Нам обязательно надо познакомиться!» Голос художника звучал слегка взволнованно. «Я Чон-Чон-Гук», представился он. «Очень приятно, Ким Тихен!» кивнул Тихен. «А это мой друг Пак Чимин!» «Чим, иди сюда! Я нашел еще одного корейца!» Чимин изумленно вскинул брови и сразу же подошел поближе. «Здравствуйте!» поздоровался он. «Вы живете здесь, в Италии?» «Время от времени», ответил Чон-Гук. «Приезжаю сюда уже третий год». «Надо же, как интересно! Вы, наверное, все и всех здесь уже знаете!» с уважением отозвался Чимин. «Ну, не прямо всех и далеко не все!» рассмеялся Чон-Гук. «Но многое уже знакомо, да! Могу устроить экскурсию по самым интересным местам!» предложил он, обращаясь почему-то к Тихену. «Круто! Мы согласны!» «Да, Те?» обернулся к другу Чимин, вопросительно приподнимая брови. А Тихен сдержанно кивнул. «У вас очень красиво получается!» продолжал поддерживать разговор Чимин, внимательно разглядывая работу художника. «Спасибо, мне приятно!» ответил тот, снова склоняя голову в вежливом поклоне. «Ладно, давай не будем больше задерживать человека Чим, а то, я смотрю, девушка заскучала!» заметил Тихен, бросив взгляд на натурщицу. Таня терпеливо покачивала ногой в ожидании, когда парни наговорятся друг с другом и ее наконец-таки дорисуют. «Извините, мы сейчас закончим!» смущенно обратился художник девушки на английском, после чего повернулся к парням. «Запишите мой телефон. Можем списаться в какао и договориться о встрече!» Тихен вбил продиктованный номер. «А если захотите на память портрет, то тоже обращайтесь!» «Землякам сделаю хорошую скидку!» хитро улыбнулся Чингук и вдобавок целенаправленно подмигнул Тихену, отчего тот почувствовал, как по щекам разливается подозрительное тепло. Этот Чингук был, безусловно, очень обаятельным, но Тихен же, в конце концов, не девушка, чтобы краснеть. Они спешно попрощались с корейским портретистом и уже пошли было дальше по променаду, как Чингук прокричал им след. «Здесь, кстати, есть еще один кореец – Юнги! Он как раз в том городе, куда вы идете. В Егуртерии работает. У них вывеска с розовым сердечком. Обязательно зайдите, там обалденное мороженое!» «Спасибо!» – крикнули парни хором в ответ, а Чимин для верности показал «Окей». Отойдя на приличное расстояние, он ткнул Тихена локтем в бок. «Так, и что это было?» – пристально прищурившись спросил Чимин. «Что?» – попытался отвертеться Тихен. «Ты покраснел!» «И что?» – сделал еще одну попытку Тихен. «Он мне подмигнул!» «Я не привык, когда мне подмигивают парни!» «А если я тебе подмигну, ты тоже покраснеешь!» «Ну нет, конечно, ты ведь свой!» – уверенно ответил Тихен и махнул рукой. «Ну хватит меня допрашивать, ты же знаешь, что я не по мальчикам!» «Ага, никогда не говори, никогда!» – скептически отозвался Чимин. «Я тоже лет до шестнадцати думал, что мне только девочке нравится, пока к нам не перевели Джухёка!» Он глубоко вздохнул, видимо, заново переживая события давних лет. А Тихен, разумеется, много раз слышал эту не слишком счастливую историю первой неправильной любви друга, поэтому прекрасно понимал, о чем тот так тяжело переживает. Чимина угораздила вкрашиться в одноклассника, и он целых два года носил в себе эти чувства, не решаясь на признание. «Признаваться в подобном всегда боязно, особенно, когда ты не слишком уверен во взаимности. А если твой объект любви еще и одного пола с тобой, то тут и подавно!» И когда спустя два года Джухёк неожиданно начал проявлять ответную симпатию, это сподвигло Чимина, наконец, бросить камень с души и выложить тому одним прекрасным днем всю правду о своих чувствах. А вместо ответа Чимин был неожиданно утянут в головокружительный страстный поцелуй с не менее страстными обжиманиями. А потом Джухёк, мягко надавливая Чимину на плечи, просто опустил парня на колени. Приглашающий, расстегнув ширинку и пребывающий в любой на эйфории Чимин, с радостью эту негласную просьбу выполнил. Казалось бы, чем не начало для новой истории любви? Все, как в лучших традициях фанфиков. А потом началось самое неприятное. После всего произошедшего новоиспеченный бойфренд спешно дал заднюю, не отвечая на звонки и перестав даже здороваться в школе. На все попытки Чимина обсудить происходящее, он недовольно кривил губы и резко отвечал, что им больше не о чем разговаривать и что все случившееся было большой ошибкой. Он также предупредил Чимина, что если тот кому-нибудь проболтается о поцелуе, то он тоже не станет скрывать их маленький грязный секрет, испортив Чимину репутацию и жизнь. История любви закончилась, так толком и не начавшись. Эта ситуация тогда оставила неизгладимый след в тонкой и ранимой душе Чимина, посеяв в нем сильную неуверенность в себе. Он начал бояться влюбляться и никого не подпускал к себе слишком близко, изредка позволяя себе ни к чему не обязывающей короткие интрижки по обоюдному согласию. И действительно, когда ты порхаешь по жизни легко, как бабочка, в ней нет места для сильной боли, которую может принести лишь что-то важное и значимое. Тихион утешающе похлопал по спине взгрустнувшего было друга, и тот снова улыбнулся, поведя плечами, словно стряхивая из себя нахлынувшую печаль. «Знаешь, сейчас я чувствую, что готов впустить в свое сердце нового человека», внезапно признался Чимин. Тихион приостановился и, повернувшись, обходил его лицо большими ладонями. «Чима, ты классный! Джухёк был знатным придурком, раз так поступил с тобой. Ты достойен лучшего, так и запомни». «Я на сто процентов уверен, что у тебя все сложится хорошо, иначе просто быть не может», подбодрил Тихион, смотря ему прямо в глаза, отчего у Чимина на лице расцвела благодарная улыбка. Так за душевными разговорами они незаметно дошли до второго городка, как две капли, похожего на первой. Та же площадь, те же разноцветные домики и возвышающаяся над всем этим крепость. В этой части променада, прямо вдоль городского пляжа, проходила выставка фоторабот с лаконичной надписью «Джей Кей». На всех работах были изображены пожилые люди, и это могло бы быть довольно скучным зрелищем, если бы не одно «но». Фотографу удалось запечатлеть удивительно живые моменты жизни старшего поколения. На фотографиях можно было увидеть стариков, эмоционально рубящихся в карты, стариков, кружащих своих таких же немолодых партнерш в танце, целую группу пожилых, занимающихся водной аэробикой прямо в море, бабушек и дедушек, радостно обнимающих, навестивших их детей и внуков, от души смеющихся стариков и стариков, смахивающих слезинки с глаз, наполненных грустью. Парни на несколько добрых минут зависли перед экспонатами. Такие разные мгновения были пойманы объективом камеры, такие разные эмоции отображены. Это брало за душу. Насмотревшись вдоволь на фотографии, они немного прошлись по центральной части города. «Ой, смотри, йогуртерия!» – прочел Чимин вывеску над одной из дверей. «И сердечко тоже есть. Давай зайдем?» Парни прошли внутрь. «Вау!» – восхитился Чимин. «Я уже хочу это попробовать!» Йогуртерия оказалась в той же джелатерии, только там еще продавали замороженный йогурт с различными добавками. За прилавком стояла привлекательная девушка славянской внешности. Русые волосы, нос в веснушках, голубые глаза. О ней разговаривались. У девушки оказался неплохой английский. В процессе разговора ребята выяснили, что юнги здесь действительно работает, но сегодня появится только во второй половине дня. А про себя девушка рассказала, что приехала из Украины. Итальянский она начала учить еще в старших классах, а за два года вполне сносно на нем общалась. «У нас вообще международная команда. Наша хозяйка много путешествует сама и любит заводить новые знакомства. Поэтому она всегда рада приветствовать у себя молодых ребят из разных стран, которые хотят попрактиковать свой итальянский непосредственно в Италии. Из приезжих, кроме меня и юнги, есть еще девушка из Латвии. У хозяйки здесь две точки, и мы постоянно меняемся. Мы вообще здесь как большая дружная семья». С явной теплотой отозвалась девушка о своих коллегах, пока накладывала парням мороженое в бумажные стаканчики. Чимин взял себе йогурт с клубничным джемом, а тэхён – с фисташковой пастой. Он считал, что всегда надо пробовать местную экзотику. Попрощавшись с девушкой и пообещав ей обязательно зайти еще, парни устроились прямо на теплых камнях у самого края воды. Они неторопливо смаковали необычное, но очень вкусное лакомство и любовались лазурным морем. «Мне уже нравится наш отпуск. Только приехали, а уже столько знакомств. С наслаждением облизывая ложку», – сказал Чимин. Тэхён, не отрываясь от мороженого, довольно угукнул. «Ты ведь напишешь этому Чунгуку? Он, кстати, такой симпатяшка», – повернулся к другу Чимин. Тот в ответ закатил глаза. «Ну вот пристал. Может, сам ему напишешь, раз он тебе так понравился?» Недовольно глядя на друга, спросил Тэхён. «Не, у нас-то химии не случилось». «А у нас, значит, случилось?» Тэхён с возмущением возрился на друга. «Я этого, кстати, не говорил», – заметил Чимин, растянув губы в хитрой усмешке. «Но мне кажется, он прикольный. Я бы с ним затусил. К тому же он действительно здесь может много чего знать. А нам это выгодно». «Ох, какой вы меркантильный, Монами!» – рассмеялся Тэхён. «Тсс, никаких Монами, мы не во Франции, только мио-миго и точка». «Си мио-миго!» – почтительно склонив голову, снова засмеялся Тэхён. «Как скажете». И на сегодня это всё, друзья мои. Вот такое начало. Напишите в комментариях, какая картинка у вас возникла перед глазами. Кстати, прошу прощения за мой итальянский. Ну, как получилось, так и получилось прочитать. Не знаю, правильно или нет. Но зато я прям прониклась этой атмосферой Италии. Этими жарким палящим солнцем, ароматами Средиземноморья. Ой, красота-то какая, правда? Видите, очень интересно, что будет дальше. Естественно, я работы не читала, не знаю. Но! Но начало очень многообещающее. Так, друзья мои, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и комментировать. А с вами была Маруся. Мы совсем скоро встретимся. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok